Музыка Несколько недель подряд кишиневцы вместе с членами партии социалистов проводят акции протеста в здании Кишиневской примарии. Митингующий требует от властей пересмотреть завышенные тарифы на тепло. Больше всего от высоких цен страдают социально уязвимые слои населения, такие как пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Минимальная сумма оплаты составляет 800 леев за однокомнатную квартиру. Коммунальные услуги должны датироваться из муниципия, как везде во всех странах России, в Украине, в Румынии. Они датируются, а у нас не датируются, у нас они наоборот повышаются, повышаются и повышаются. Вот мы пытаемся что-то сделать, возможно нас услышат, но это очень сложно. Мне не хватает денег для того, чтобы оплатить, а компенсацию мне почему-то не дали. Хотя у нас с сыном 1500 лей. Они требуют, чтобы я принесла справки, где проживает невестка, которая с нами не живет. Сколько мой сын студент получает стипленьгию. В общем, куча проблем строит ЖЭК только для того, чтобы не дать компенсации. Космическая цифра за тепло, четырехзначная цифра. В общем, у меня за декабрь пришло за все, про все 1770 лей. За воду, за канализацию, за отопление, да все. Тысяча, а у меня пенсия меньше, чем эта цифра. А как ее заплатить? Также социалисты выступили против несправедливой и бюрократической системы распределения социальной помощи. Многим кишиневцам было отказано в выплате компенсации за тепло. Напомним, что размер общей помощи должен составить 40% от начисленной суммы в квитанции. Пусть он выйдет к нам, к людям, и скажет всем откровенно, что он принял это решение. Оставить 150 тысяч человек в Кишиневе без компенсации на тепло. Пусть он скажет нам честно, что его политика направлена на то, чтобы людей выкидывали через судебных исполнителей из их собственных квартир. Мы все знаем, к нам обращаются ежедневно десятки людей, против которых сегодня ведутся дела в суде и которые со дня на день могут остаться без собственного жилья в Кишиневе. Эти люди останутся на улице и будут замерзать. Потому что недавно был закрыт единственный в Кишиневе социальный приемник-распределитель. Куда отводили людей, которым некуда пойти, которым негде жить. И сегодня люди без жилья просто замерзают на улице. Потому что их некуда отвезти, нет ни одного социального приемника. Людей, таких людей не принимают ни органы полиции, не принимают сегодня даже скорая помощь. Эти люди сегодня замерзают прямо на улице. Мы все свидетели, на прошлой неделе был еще один подобный случай, когда на улице Колумна человек, человек, гражданин этой страны, просто замерз от холода. Это все политика, примари, муниципи и Кишинев. Почему мы платим такие огромные цены? Почему ничего не создается, чтобы уменьшить эти тарифы? Мы сегодня требуем ответственности у термокома и у примара. Нам не нужен такой примар, которому все равно на население. Кирпаке, аторе! В реальности Кирпаке, я повторюсь, осуществляет геноцид против собственных людей. И мы будем всеми силами добиваться его отставки. Митингующим удалось задать примару несколько вопросов. Однако его ответы людей не удовлетворили. Кирпаке, кирпаке, кирпаке! Ничего нас! Ничего нас! Оглив! Ничего нас! Напомню, что члены партии социалистов неоднократно требовали создать специальную комиссию для изучения деятельности АО «Термоком», а также пересмотра тарифа за тепло для потребителей и процедуры предоставления компенсации за отопление. Сегодня советники от партии социалистов снова намерены поднять этот вопрос на заседании муниципального совета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова